В отношении коллекторских агентств сегодня чаще всего звучат предложения взять под особый контроль, приостановить и даже запретить их деятельность. Чему это может привести, стало понятно на примере Кемеровской области. Жесткая позиция губернатора была истолкована гражданами как запрет на деятельность коллекторов в регионе. В результате должники массово прекратили общаться с коллекторами и возвращать долги. Ситуация сложная, тупиковая. Кто вернет долги банков, есть ли права у коллекторов и вообще, когда разрешится правовой вакуум вокруг этой сложной деятельности. Об этом сегодня в программе. Но помогут разобраться в этих вопросах Антон Дмитраку, член Совета НАПК, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, генеральный директор Международного коллекторского агентства ЭОС. Правильно? Да, абсолютно. Начнем со слов нового полномоченного по правам человека Татьяны Маскальковой. В общем-то выступила Татьяна мощно, уверенно. Она поддержала бы идею прекращения деятельности коллекторских агентств и существенным образом изменения службы судебных приставов по их структуре, статусу, функциям и материально-техническому оснащению и так далее. Она пытается объяснить, почему еще и службу судебных приставов. Ну, конечно, главное это прекратить деятельность коллекторских агентств. Она бы поддержала. Антон, как вам такие заявления? Ну, любая категоричность, мне кажется, она во вред. То есть это, к сожалению, разрушит систему отношений рынка и, соответственно, тех организаций, которые на нем присутствуют, тех же банков. И должникам от этого будет не легче, а только сложнее. То есть, по сути дела, мы являемся таким связующим звеном. Между кем и кем? Как мне кажется, между должником и тем, кому они должны. И в конечном счете помогаем им понять, какой долг они должны отдать, какие проценты, как это отдавать. То есть, в конечном счете, мы передаем эту информацию. И если вы посмотрите на международный опыт, то... А вот в названии вашей компании есть слово международная коллекторская. Да, как раз так и есть. Что это за международная организация? ЭОС – это компания, которая существует в 25 странах мира. Это дочерняя структура Отто Групп. То есть, это очень известная компания, крупнейшая в Европе. В данном случае мы как раз и пропагандируем стандарты и качество услуг. Ну, то есть, вы считаете, что необходимый элемент этой финансовой системы между банком и должником? Да. Я больше могу сказать, что экономически, если к этому подойти, посмотрите на то, что будет с резервами банков. Как они будут с этим вопросом сами разбираться, наверное, это будет сложно. Президент Путин сказал, что он думает о коллекторах на медиафоруме. Вопрос очень острый и имеет серьезный общественный резонанс. Деятельность квазиколлекторов, преступную, надо прекратить. Но такой вид деятельности, как работа по долгам и обязательствам, он применяется в очень многих странах. Это нормальный инструмент в рыночных отношениях. И нельзя, конечно, чтобы люди безответственно относились к получению денег и не думали о том, как они будут отдавать. Точное число работающих в России коллекторских агентств неизвестно. Три десятка крупнейших игроков объединены в ассоциацию. Они декларируют только законные методы работы с должниками. При этом мелких региональных агентств в десятки раз больше. Эксперты оценивают их количество в 800 тысяч по всей стране. Спрос на коллекторские услуги растет. За последние два года объем долгов, выставленных банками на продажу, увеличился в два с половиной раза, до почти 500 миллиардов рублей. Алексей Лемаев, Николай Воропаев, РБК. Антон, вот Аман Тулеев, да, интерпретировали его слова как запрет коллекторской деятельности в Кемерской области. И вот коллеги из газеты РБК очень четко отследили, увидели ту проблему, которая начала возникать. Люди перестали платить по долгам. Они решили, что коллекторы запрещены, мы не будем с ними общаться. Эта проблема принимает массовый характер. Что сейчас происходит? Пора коллекторов защищать? Они, кстати, письмо в Генеральную прокуратуру написали. Да, это так. Вы знаете, ну, мы можем какие-то такие популистские меры применять в данном случае, но, как мне кажется, стоит подумать о системе, стоит подумать о том должнике, который за этим стоит. Потому что в конечном счете потом будет страдать этот человек, которому мы год не будем звонить, два не будем звонить. А потом придет кто-то и с большими штрафами и пенями поведет его в суд. И в конечном счете он окажется крайним. Так, а может быть, суд сначала... А, кстати говоря, мы предложили зрителям ответить на вопрос, если запретят коллекторов, кто вернет долги банкам. И, кстати, не в вашу пользу, Антон. Я не знаю, к сожалению, или вы, может быть, вы предполагали, что такие ответы будут. Итак, по мнению зрителей, банки себе вернут, они знали, что эта индустрия опасна. Судебные приставы на основании решения суда, это два самых популярных ответа. У клиентов будут брать больший залог, банки начнут тщательно оценивать кредитоспособность заемщика, судебные приставы, судебные... все через суд, суд и судебные приставы. Вот три листа, и тут два ответа. Банки будут жестче относиться к кредитованию, систему скоринга грамотную запускать, судебное решение приставы. Ну, теперь ваше мнение, вот, услышать, что вы думаете по поводу предложения зрителей, вообще исключить вас из цепочки. Они говорят, есть суд, есть судебный пристав, коллекторы ни к чему, кроме того, что вы берете деньги, комиссию, в общем-то... Вот цифры, которые сейчас озвучил Александр, я с ними полностью согласен. Это где-то 15-20% из того, что сейчас мы обрабатываем, попадает в суды. Представьте, вот эти 85% упадут сразу в суд. Секунду, 10 миллионов плохих долгов, вот эти в суд попадают... Да, то есть в 5 раз больше станет объем того, что суды должны сейчас делать. Они не смогут это все обработать. То есть мы такой, ну, являемся буферной зоной, спасительным звеном, которая высокотехнологична, это раз. Во-вторых, это то, что имеет определенную систему, которая может быть даже лучше для должника. То есть система прощения, система планов оплаты, система реструктуризации долга. То есть в конечном счете нагрузка долговая, проходя через нас, снижается. И у должника не возникает большой труда заплатить, допустим, 50% долга, если мы видим, что это патовая ситуация, и в данном случае у него нет этой возможности. Суд, скорее всего, это не сможет таким образом провести. То есть штрафы пения могут быть отменены, но вот, уж извините, основной долг проценты придется заплатить. Заемщик станет осмотрительнее, банкиры тоже, как бы, зрители это тоже упоминают. Это уже последствия. Банковская система начнет осмысленнее выдавать кредиты, а не раздавать их налево-направо. Вот такие звучат. Ну, наверное, усилить свою систему внутреннюю, работу с должниками, банк в одномоментном, в таком, ну, в секунду не сможет. Ему придется это наращивать, или же каким-то образом уменьшать андеррайтинг, или же как-то ужесточать андеррайтинг. Так, что скажется на клиентах, в конечном счете, здесь палка о двух концах. Что вы хотите получить? Высокую ставку или меньше кредитования? Или же все-таки систему ввести, которая позволит коллекторам, банкам, не забываем про ЖКХ, не забываем про телеком, потому что мы собираем долги. Ну, там долги, да, исчисляются тоже десятками. Да, и про это никто не говорит. Почему? Мы говорим об этом. Это слава богу. А так, если посмотреть на рынок, то в конечном счете, там, Европа и другие страны с этим уже давно работают. Ну, а как они работают? Если вы представляете международное агентство, вот просто любопытно, можете в качестве примера привести? Элементарно. То есть тот же, ну, я не знаю, крупнейший энергетический концепт Германии, он с помощью нас собирает свои долги, и мы рассылаем и письма, и смс, и взаимодействуем с должником. Но в рамках закона, то, что мы видели сейчас в сюжете, сожженные дома, избитые люди, это кто? К прекрасному слайду обратимся. 31 агентство, которое входит в профессиональную ассоциацию. Вот, как мне кажется, здесь приняты определенные правила, которые позволяют нам действительно осознанно говорить, что мы действуем в рамках закона, мы контролируем свою деятельность, у нас есть контрольные органы, и даже банки делают это на достаточно регулярной основе. То есть они приезжают, смотрят, как мы работаем. Я понял, то есть профессионалы говорят, не надо рубить с плеча. В гостях были Александр Шорников, директор департамента розничного кредитования МКБ, и Антон Дмитраков, член Совета НАПКО, генеральный директор Международного коллекторского агентства. Я желаю вам удачи, до свидания. Думаете, когда кредиты берете?